Значение татуировки ловец снов. Татуировки уже давно и прочно вошли в жизнь человека. Их использовали в древние времена в качестве оберегов или отличительных меток. Однако и в современном мире татуировка является возможностью выделиться из толпы людей или показать всему миру свои идеалы и принципы. В качестве нательных рисунков большой популярностью пользуются индейские мотивы. В индейской культуре очень много татуировок, которые наполнены особым смыслом и поистине магической привлекательностью. Они не только прекрасны, но и мотивируют своего обладателя на определенные поступки. Визитной карточкой индейского народа стала татуировка, на которой изображен ловец снов. Это изображение привлекает людей своей красочностью и загадочностью, так как татуировка соединяет в себе вершину красоты и невероятное сакральное значение. Перед тем, как нанести тату ловец снов на тело, стоит обязательно узнать её значение. Немного истории. В древние времена ловец снов использовался в качестве оберега отгонявшего злых духов. Его сплетали из таких природных материалов, как прочные суровые нити, и вовые ветки, перья и бусины. Вешался ловец снов в изголовье кровати. По мнению индейцев, этот оберег управлял снами спящего человека. Кошмары запутывались в ловце снов и не могли навредить спящему, тем самым они давали дорогу хорошим и добрым сновидениям. Для того, чтобы ловец снов всегда был с человеком, его рисунок наносился на определенную часть тела. Татуировка не позволяла злым духам вмешиваться в жизнь человека, чтобы усилить эффект защиты к изображению добавлялось тотемное животное. Сибирские шаманы также занимались сплетением ловцов снов. Однако, по их мнению, этот оберег помогал лишь правильно расшифровывать сны. Значение татуировки ловец снов В нынешнее время не нужно быть потомком древнего индейского племени. Это изображение может нанести на тело любой человек. Ловец снов выбирают люди, желающие почувствовать себя защищенными от сглаза и порчи, оградиться от отрицательной энергии, обрести спокойный здоровый сон, а также слиться с природой и подчеркнуть свое желание соблюсти древние традиции и устои. По мнению некоторых людей, это изображение помогает восстановить после долгой болезни свое физическое здоровье и телесный дух. Оно содействует получению душевного успокоения и занятиям по саморазвитию. Для усиления защитного эффекта татуировка накалывается ближе к голове. Лучше всего ее размещать на плечах, шее или груди.